8 июля 2024 года в День Семьи и Верности в Московском Доме Национальности состоялось знаковое мероприятие «Россия. Семья народов. Традиционные ценности, будущее цивилизации и основа идеологии Альянса БРИКС». Инициатором проведения мероприятия стала Международная ассоциация духовных и политических лидеров «Истинные ценности» и БРИКС Cultural Media Forum. Партнерами этого культурного и общественно значимого события выступили Международный благотворительный фонд горских евреев «Стмеги», Фонд развития русской культуры Елены Крафт-Павловой, Индийский бизнес-альянс. Популярный православный праздник День Семьи и Верности объединил представителей разных наций и народности России, представителей разных духовных традиций, конфессий и вер, а также представителей самых разных профессий, включая артистов, художников, продюсеров, предпринимателей, дипломатов, журналистов, певцов и музыкантов. Бизнесмен и меценат, вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Международного благотворительного фонда горских евреев «Стмеги», кавалер Ордена Дружбы, кандидат философских наук с единственной диссертацией в России об иудаизме. В августе 2001 года в Москве с семьей Захарьяевых был создан и зарегистрирован Региональный общественный фонд горских евреев «Стмеги». Название фонда – это аббревиатура, состоящая из начальных букв имен шести братьев Захарьяевых. Даже в такой детали Герман Захарьяев не упустил возможности выразить любовь и уважение к семье. Дорогие друзья, я имею честь пригласить на СССР вновь председателя Орденского комитета Международного финансово-экономического форума «БРИКС» нашего коллегу и партнера Дмитрия Лихаджина. Спасибо. И от имени Германа Рожделовича Захарьяева Сегодня награду получит его коллега, его соратник. Пожалуйста, Давид, поднимайтесь на эту сцену. Мы рады приветствовать Давида Матыхаева, который сегодня получит награду и скажет несколько слов. Нам очень важен голос евреев и конкретно горских евреев, потому что в этом особенно изюминка. Вам слово. Прошу. Добрый вечер всем. Спасибо большое за ваше внимание и за эту награду. К сожалению, Германа Рожделович не смог прийти, но он попросил передать свою благодарность. И, конечно же, важность этого мероприятия, партнером, которым мы являемся, действительно показывает все эти люди, которые здесь находятся. И я вижу атмосферу. И, конечно же, сама тема семейной ценности для нас, для горских евреев, это очень высокая, можно сказать, такая ценность, которую мы поддерживаем. Мы поддерживаем вся наша жизнь вокруг семьи, все, что мы не делаем, все, что мы не добивались. Но самое главное в нашей жизни – это семья, и мы всегда это подчеркиваем. Мы стараемся изо всех сил сохранить не только семейный очаг, но и какую-то связь поколений с свою культуру, горско-еврейскую, свой язык. Наш фонд занимается именно этим. И цель, которую поставил Герман Захарьяев перед нами, перед нашим фондом, это именно это – сохранить то, что нам передали наши предки, и передать это будущим околям. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за внимание. И, конечно же, Герман Рожбилович, для нас это тоже большая честь. Это, понимаете, культурное многообразие – это то, что делает Россию сегодня сильной. Понимаете? Потому что это дар творца. Вы видите, там, где однообразные ландшафты, там нет жизни. Посмотрите, пожалуйста, пустыню. Посмотрите, пожалуйста, арктическая пустыня. Однообразие – вещественном нет. А джунгли – кишат, птицы поют. Понимаете? Чем разнообразнее, тем устойчивее. Это доказано в себе философами. Поэтому будет за культурное многообразие нам очень почетно. И радостно надеемся, что встречаться еще неоднократно. Спасибо, Давид. Спасибо, дорогие друзья.